Затрону сегодня немного такие понятия, как просветление, прозрение, пробуждение, это то, что было написано в одном из комментариев, и то, что пишется в личку по теме духовности. Итак, информационное поле. Любой информационный источник, наверняка вам все это знакомо, наперебой вам предлагают, стимулируют, зазывают, посылают, советуют найти пробуждение, найти просветление, найти источника, найти истину, найти самого себя. Все это очень здорово. Но сейчас самый главный вопрос и ключ в этом вопросе. А посредством чего вы будете определять, что это так? Посредством чего вы будете точно знать, что вы это обнаружили, что вы это достигли. И посредством чего вы примете решение, если вы не будете сравнивать. То есть получается, у вас есть некий эталон, который вы создали в уме и углу. Дальше вы создаете устремление к этому эталону, то есть вы сравниваете с ним. У вас устремление в такой цели и полагании это достичь, и вы начинаете в этом направлении двигаться. Причем самое интересное, в принципе, вы в большей степени двигаетесь опять-таки в ментале. По большому счету вас, у вас совершенно нет. Я хочу напомнить то, что я часто пишу в постах. Пить чай и думать о чай, не одно и то же. Кушать в ресторане, да, и читать меню тоже, далеко не одно и то же. Поэтому не обольщайтесь тем, чтобы вам что-то рассказали, как, куда надо пойти, вы там и найдете. Нет, вы там этого не найдете. Это вы просто туда пойдете. Потом вы пойдете туда и еще, и еще, и еще, и еще. И, как я опять повторяюсь, это принцип ослика-морковка. Он бесконечен, потому что он срабатывает только в том, что вы никогда никуда не придете и ничего не достигнете. Итак, духовность – это от слова дух. То есть дух – это ваше дыхание. Если вы не слышите в течение момента, в течение вашего пребывания здесь и сейчас, ваше дыхание, вы выключены, вы находитесь в обусловности, вы находитесь в информационном сне, должно быть изначально наблюдение, должно быть изначально осознавание того, что происходит вокруг вас, внутри вас и посредством вас. Только после этого вы можете направить такое наблюдение на сам мыслительный процесс. А как вы решили, что да, это надо пойти искать? А как вы согласились с тем, что кто-то давным-давно находил много-много раз, и в каком-то древней пещере это все было оставлено, теперь это вскрыто? Откуда вы знаете, что это так? Почему вы на это соглашаетесь? Знаете почему? Во-первых, потому что есть привычка и жажда перекладывания ответственности с себя на что-то еще. Так удобно опереться, что кто-то знает, где-то оставили сакральные знания, вы просто придете, почитаете, ага, знаете, что делать, распределили себе планчик и пошли. Нет, вы опять никуда не придете, это плацебо. Это плацебо, это информационный вирус. Это плацебо, задача информационного вируса, который является движущей силой информационного поля, чтобы вы бесконечно жаждали, вы бесконечно были не удовлетворены, вы были недовольны, вы все время хотели что-то достичь, 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 вы будете все время умирать, оживляя с собой роль достигателя и никогда ни к чему не придете. Потому что вы двигаетесь в обратном направлении, вы двигаетесь и подпитываетесь собой вот этот поиск, который вам навязан извне. Вы должны сначала ощутить, а что такое я? Почему я решил, что я чем-то обделен? Почему я решил, что если я пойду и сделаю, помедитирую, да, или сяду в какую-то асану, что я вдруг что-то найду? А если бы я этого не прочитал, что я был бы обделен, то есть источник, творец, абсолют должен был вас поставить в зависимости от того, прочитали вы эту книгу или не прочитали, да? Попали вы на сногсшибательный семинар или на сногсшибательный, неважно он какой, не попали. Нет, есть нечто, что знает внутри вас, истина ближе, чем дыхание, я уже это говорила. То есть духовность – это присутствие вашего дыхания, осознанное дыхание, дыхание в наблюдении, когда что бы вы ни делали, что бы с вами ни происходило, в чем бы вы ни участвовали, с чем бы ни взаимодействовали, вы слышите, как вы дышите, значит, вы включены, значит, вы есть присутствие себя, собой, в себе. И, соответственно, делайте вывод, если вы этого не слышите, то где вы находитесь? Вы находитесь во сне сна. Теперь по поводу просветления. Просветление – это не какая-то конечная цель, это не какая-то благая идея, это не какая-то сногсшибательная идеология, куда вы придете, постучитесь, вам откроют, и вот оно счастье. Нет, этого опять-таки нет. Это специальная иллюзия, это снова опять-таки информационный вирус. Просветление – это не видение о свете самого себя настоящего. О том, что внутри и есть этот самый источник, эта самая чистота Абсолюта. И пока человек поглощен чистотой личности, пока человек поглощен этой ментальной игрой, этой образностью, потаканием образа себя и о себе, он не замечает того, что в нем всегда есть что-то незыблемое, что-то неприходящее, что-то основательное, что-то мощное. Это суверенитет себя настоящего, это суть сознания бытия себя бесконечного, бессмертного. Не потому, что есть жизнь и смерть, а потому, что это всегда за пределами этого. Итак, духовность охватывает собой абсолютно все аспекты жизни. Она не делится, это не факультатив после школы. Духовность включает все аспекты – отношения, здоровье, финансы, настроение, времяпровождение. То есть есть только два аспекта. Либо вы включены, и вы в наблюдении проживаете всю свою жизнь, каждый момент здесь и сейчас. Либо вы выключены, вы постоянно мечетесь из одной мысли к другой, от одной цели к другой, от одного желания к другому. Я не говорю о том, чтобы не иметь мысли. Я не говорю о том, чтобы не иметь желания. Я лишь говорю о том, чтобы не быть обусловленным этим. Потому, что в одном случае вы скользите, вы взаимодействуете, и вы можете взять и что-то использовать. Взять какую-то мысль или не брать ее. Взять что-то, что вы, допустим, хотите исполнить, прожить. Но вы в наблюдении, вы не внутри этого. Потому, что если вы внутри, вы ничем не управляете. Вы – жертва, вы просто пассажир. Вас везут. Вы совершенно не понимаете, куда идет этот локомотив. Но я могу вас уверить только в одном. Он не ведет вас к себе настоящему. Итак, обнаружение всего этого – это уже есть пробуждение. Когда вы получаете ответ с собой обо всем этом, это и есть прозрение. Ни в коем случае не путать ответ с тем, что вы почитали, понравилось, так здорово себя как-то ощутили, представили. Ой, как здорово, я туда пойду. Нет, это плацебо, это ловушка, это папье-маше. Это ничего не имеет общего с настоящестью, с истинностью, с бытийностью. Итак, будьте очень внимательны. Еще раз повторюсь, духовность – это каждый аспект самого себя по моменту. Взаимодействуете ли вы, спите, болеете, неважно что. Мы опять-таки будем говорить по поводу здоровья, по поводу плохое-хорошее, достижение-недостижение. Помните одно. Информационное поле пытается вас заставить быть достигателем, быть делателем. Это и есть алгоритм двойственности, потому что вы ощущаете, что вы чем-то обделены, вы недостаточно хороши, вы недостаточно совершенны. А если вы сделаете вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, пойдете туда, 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 и вы достигнете, и будет вам счастье. Нет, не будет. То есть, знаете, как в каком-то фирме итальянском, по-моему, «Фантоци против всех», там был такой интересный момент, что когда он купил на вокзале себе покушать, вот у него достает, и там у него пластмассовая вилочка, пластмассовая ложечка, пластмассовая тарелочка, пластмассовая чашечка и пластмассовая кулочка. То есть, ваши результаты, ваши плоды будут точно такими же, такими же пластмассовыми. Они будут вирусными, они будут ментальными, они будут настоящими. Поэтому прежде чем двигаться, вы должны точно ощутить, что такое чистота личности, а что такое чистота вашего духа, чистота вашей сути сознания бытия, что такое чистота вашей настоящести, чистота присутствия. И вы не должны это путать, и вы не должны их менять местами. Поэтому Богу Богову, а кесаре кесаре. Субтитры создавал DimaTorzok